Ну что, коллеги, здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Значит, так будет после карантина. Точно, значит, так будет после карантина. Собственно, видите, все же заработало в итоге. В итоге все заработало. Прорвемся, это точно. Хорошо, рада вас слышать и видеть. И надеюсь, что у нас тоже все будет хорошо. И в вебинаре никто не отвалится, в смысле сервер. И в итоге все будет в итоге хорошо. Меня зовут Мариан Татарникова. Я психолог, бизнес-тренер, коуч. Я действительно психолог, несмотря на то, что, правда, очень много лет работала и продолжаю работать в фитнес-бизнесе. Там лет 16, наверное, точно меня туда занесло фитнес. И многих, наверное, коллег знаю. И это приятно. Но, тем не менее, вернее, даже не но, а и тем не менее, я продолжаю быть практикующим психологом. И сейчас вот та ситуация, когда моя, наверное, экспертиза как психолога в данный момент времени особенно становится актуальным. И я вот все эти, ну, весь этот период фактически, в общем, работаю именно как психолог. Не как консультант, который понимает что-то в фитнес-бизнесе, а в первую очередь именно как психолог и как психолог, который занимается саморегуляцией, работой в стрессовых ситуациях. Вот. У меня, кстати, вопрос. Кто из здесь присутствующих, поставьте плюсик, был на вебинаре на прошлой неделе, Любин. Мне кажется, его зовут Павел. Я, может быть, ошибаюсь. Я, прошу прощения, со всем уважением к спикеру, помню его фамилию, но могу перепутать ими, Павел или Алексей, кажется. Вот. Ага. Кирилл. Да, Кирилл Любин. Все, спасибо большое. С именами не особо. Да, были, были, были. Ага. Были, были. О, то есть многие были. Многие были. Да, супер. Отлично. Очень хорошо. Значит, тема актуальна. Я продолжу, я дополню. Я немножко с другой, может быть, стороны подойду ко всей этой истории, о чем говорил Кирилл. Это был действительно для меня очень интересный вебинар. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие. И самое главное, начали принимать, использовать инструменты управления вниманием. Это очень классная штука. Я сегодня тоже буду говорить о очень конкретных инструментах. Были. Супер. Так. Так. Всякие разные компании, с которыми я работаю. Значит, что хочу вас попросить прямо здесь сейчас делать. Я попрошу вас оценить уровень стресса, вашего ощущения стресса по десятибальной шкале. Десять баллов я очень-очень стрессую. Ноль баллов я вообще в полном дзене. Поставьте, пожалуйста, циферку. Мне сейчас это очень важно. Два балла почти дзен. Два. Пять баллов. Два балла. Угу. Угу. Восемь баллов. Угу. Шесть баллов. Ага. Восемь. Угу. Три. Ага. Ага. Восемь. Тоже там было. Пять. Ага. 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 Хорошо. Пишите мне. Пишите, пишите, пишите. Я все равно я буду смотреть то, что вы пишете, чтобы понимать. Пока вижу очень сильный разброс от низких цифр до достаточно высоких. Но нету каких-то супер зашкаливающих пока еще десятков. А, вот, уже пошла зашкаливающая цифра, то есть 12 баллов. Вот разные такие истории. Хорошо. Пока я провешу вот эту маленькую диагностику, то есть поставлю ее на паузу, к ней мы вернемся чуть-чуть позже. Спасибо, что поделились. Почему я спросила об этом, тоже будет чуть позже. Значит, напомню, это то, о чем говорил Кирилл, и, в принципе, вы это понимаете, да, что стресс – это штука, это механизм, который помогает нам адаптироваться к новым абсолютным условиям. Не важно, они со знаком плюс или со знаком не минус. Это наша неспецифическая реакция. И в этот момент, когда мы находимся в стрессе, организм теряет огромное количество энергии. Для чего? Для того, чтобы быстро адаптироваться. В этот момент происходит 1400 химических реакций для того, чтобы наш организм полностью произвел перестройку и адаптировался к новым для себя условиям. И вот теперь вопрос, друзья, у нас сейчас новые условия? Ответьте мне. У нас новые условия? Да, нет. В которых мы живем? Конечно. Поэтому, если даже вы не чувствуете дискомфорта эмоционального, все мы находимся в стрессе. Я вас поздравляю. И просто нужно признать этот факт. Это не значит, что вас колбасит от тревожности, а кого-то колбасит от нее. Это не значит, что там должно быть вот так вот обязательно, как нарисовано на картинке, на слайде. Но мы сейчас все оказались в совершенно новых для себя условиях, нам приходится быстро адаптироваться, а это значит, что организм теряет огромный объем энергии для того, чтобы перестроиться. И мы должны это понимать. И вот чтобы не чувствовать ощущения вот таких дискомфортных, я, наверное, сразу перейду. Хотя нет, наверное, я сейчас секунду вернусь. Вот как, да, у нас факторы формирования стресса, их два ключевых. Это внешний фактор и внутриличностный фактор. Внутриличностный фактор мы зачастую сами себе придумываем, ну или они внутри нас как-то разрушают по каким-то причинам. У нас личностные кризисы, какая-то внутренняя хандра напала, еще что-то, еще что-то. И внешний фактор. Вот внешний фактор. Собственно, у нас всегда ситуация непреоделенности, сейчас у нас вдвойне, втройне, в пятерне ситуация неопределенности. Наши клиенты всегда были любимыми, но сейчас особенно любимые, особенно когда они хотят вернуть деньги за карты. Сотрудники у нас всегда чудесные, радостные, трудолюбивые, но у них тоже срывают крышу нервы и так далее. И они, естественно, делают мозг руководителю. Это такой двусторонний процесс, но тоже непросто и естественно что. В общем, все это, конечно же, влияет на ситуацию. И по большому счету у нас три группы стрессоров. Первый, то есть стрессор – это то, что запускает стресс. Это то, что не подвластно нам, на то, что мы можем повлиять. И третье – событие, явление, которое мы сами превращаем в проблемы. Вот, понимаете, вот эти несколько, кстати, слайдов, может быть, кто-то их уже видел на других моих выступлениях. И раньше я говорила о том, что наше внимание должно быть сосредоточено на втором и третьем пунктах, потому что зачастую мы сами себе проблему придумываем. Вот, и есть какие-то вещи, которые нас выводят, но, в принципе, мы можем сильно влиять на них. Но вот сейчас ситуация – это как раз стрессор номер один. Мы попали в ситуацию, когда мы мало на что можем повлиять. Мы можем повлиять на курс доллара, который меняется, на цены на нефть. Мы не можем включить, прийти к клуб и открыть его, чтобы он начал работать. Да, мы находимся в ситуации жестких ограничений, внутри этих ограничений, тем не менее пытаемся что-то сделать. Поэтому тратится психическая энергия очень-очень-очень много. Поэтому я очень рада за тех, кто написал низкие цифры. Здорово, надо их удерживать путем следующих моментов, о которых я говорю. У кого высокие цифры, все меняемо, будем двигаться в сторону изменений. И вот здесь я хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, друзья, в веке 13-м абсолютно ненормальная была, необычная ситуация – чистить зубы. И, собственно, было то, что было на этой картинке. В общем, зуб болел, и вы выдергивали. Ну и в конце жизни, и мы понимаем, что люди не очень долго жили, люди оставались фактически без зубов. И никому в голову, наверное, не приходилось, что если бы они чистили зубы, делали гигиену рта, то зубами они остались бы значительно надольше, надольше, надольше. Вот с нервной системой, с психогигиеной у нас сейчас, к сожалению, с вами происходит ровно то, что когда-то происходило с зубами. То есть мы думаем, что если мы находимся в ситуации стресса, а мы сейчас все в этой ситуации находимся, это факт, даже если у вас не болит вот этот самый виртуальный зуб. Так вот, мы с вами в этой ситуации находимся, и мы думаем, что оно само рассосется. Я имею в виду внутреннее напряжение, которое мы испытываем. Ситуация рассосется так или иначе, но мы думаем, что и у нас наша нервная система как-то там рассосется. Но, к сожалению, оно не рассасывается. Не рассасывается оно. И если мы хотим сохранить нервную систему в хорошем состоянии и не оказаться без нее в конце жизни, а что значит оказаться без хорошей, сильной нервной системы? Мы же понимаем, что в итоге все это превращается в физические заболевания. В общем, огромное количество есть, такой классический перечень заболеваний, которые относятся к психосоматике. Вот. И, собственно, многое другое. Когда мы... Я вернусь просто к этой физиологии, да, есть 1400 химических реакций, вырабатывается в момент стресса. Это же происходит... Вот в природе происходит следующим образом, да. В момент стресса фигур, который хочет наброситься на какой-нибудь лань, у него вырабатывается куча всяких химических элементов для того, чтобы его тело перестроилось к броску. А после этого он покушал и расслабился. То же самое вот эта лань. Если она убежала, для нее в этот момент был стресс, она убежала, если убежала от этого тигра, да, если не стала его завтраком, она убежала, и после этого что она сделала? Она отдыхает. А у нас с вами не получается. У нас ситуация карантина... Значит, до карантина мы начали уже переживать и понимать, к чему это ведет. Сейчас карантин, сколько он идет. Вот, да, и у вас нету возможности расслабиться. Это значит, что вот этот острый стресс превращается в хронический. А у нас нету привычки с вами чистить зубы виртуально. У нас нет привычки заботиться о своей психогигиене и профилактировать возможные проблемы, которые могут возникнуть. Вот я сейчас об этом. Чтобы у вас не произошел накопительный эффект, и вы уже начали работать сейчас с собой, даже те, у кого циферка двойка и тройка. Итак, первое. Что нужно делать? Первое – это выпускаем пар регулярно. У вас произошел неприятный разговор с сотрудниками. Понятно, почему. Есть наверняка кто-то, кто будет недоволен. Ну, в общем, что я вам рассказываю, вы знаете, что у вас там происходит. Лучше меня. У вас плюс еще дети, наверное, дома. Карантин, и они стоят на голове и ушах. Что-то там еще происходит. Куча работы в мессенджерах и так далее. В общем, это напряжение накапливается. К вечеру, скорее всего, у вас два варианта. Либо вы падаете без ног, засыпаете, либо вы заснуть не можете от перевозбуждения. Вот чтобы вот этого не было накопительного эффекта, выпускается пар, в первую очередь, двумя инструментами. Ну, тремя. Ну, безусловно, физическая активность. Причем, поскольку вы наверняка сами занимаетесь физкультурой, эта активность должна быть более активной, нежели к чему вы привыкли. Но при этом я должна сказать, что я знаю большое количество людей, которые работают в нашем бизнесе, которые не занимаются фитнесом. Понятно, что это чаще сегодня фитнес-директор, это руководитель отдела продаж, управляющие, маркетологи, рекламщики и так далее. Если вы не занимаетесь фитнесом, то не страшно, просто задача ваша протанцевать, пробеситься. Это 3-5 минут. Сделать так, чтобы вы устали. Это первое. Второе. Очень важная штука. Проораться. Особенно, когда у вас накапливается вот это раздражение, связанное с той коммуникацией, которую вам приходится сейчас вести с алимпинадателями, с клиентами, с сотрудниками, ну и так далее. Или с домашними. Вот эта злость, вот это раздражение, которое возникает у вас, оно в первую очередь находится вот здесь, в горле. Кстати говоря, заболевание бронхолиогичной системы, привет, коронавирус, ангины и так далее, и так далее. Это в классической психосоматике вообще заблокированная злость, агрессия и обида. Вот чтобы у вас это не накопилось, а еще плюс, вы были крепкими и устойчивыми в отношении вот этого вируса, что мы делаем? Ну, орать у нас не получится выйти на улицу, да? Вы берете просто подушку, и в эту подушку, открывая рот, громко прорвуете все напряжение, которое у вас было за день. Или же у вас сейчас произошел разговор, или вы разозлились, или даже чуть-чуть разозлились. Ребята, вот у кого очень устойчивая нервная система, с одной стороны, вам клёво, а с другой стороны, вы не чувствуете импульсов. До сознания вашего не доходят просто вот эти импульсы, которые, они блокируются на уровне лимбической системы, ну, в общем, на уровне ниже лежащих отделов головного мозга, и просто всё напряжение автоматом идёт в здоровье. Сердечно-сосудистая система наша в первую очередь берёт эту всю нагрузку в стресс. Вот чтобы этого не было, берём, и всё это выходит. Нам надо сбросить это напряжение. Вот как зубы чистим, вот это выпускаем пар, это ежедневная гигиена рта. Для нас это нормально зубы утром-вечером чистить, то же самое вы чистите сейчас нервную систему простыми способами. Третий способ – это водная процедура с сильной разницей температур. Если у вас есть, ну, то есть я, ну, если вы когда-то, например, делали всякие обливания, то имеет смысл сейчас вспомнить про это. Ну, или как минимум просто ванная вечером для расслабления. Вот эти вещи ежедневно, и проораться у вас должна быть любимая подушка для аора. Поставьте плюсик, если вам сейчас всё понятно, то, что я говорю. Всё, нормуль, да? Двигаемся дальше тогда. Значит, смотрите, друзья. Сейчас у вас тратится большой объём энергии психической. И чтобы не было… А вам нужно при этом быть максимально результативным. Вы решаете огромное количество интеллектуальных задач. Ваша голова должна быть достаточно свежей, чтобы находить нейтравиальное решение и иметь силу на риск, да? Вот для этого вам нужно поддерживать свой энергетический баланс. Посмотрите, пожалуйста, на этот бассейнчик на картиночке. Вы видите, что там есть дырочка, куда вливается водичка, и дырочка, из которой водичка выливается. Вот вы – это, вот этот бассейн. Соответственно, сейчас у вас из этого бассейна активно водичка выливается. Потому что понятно, почему. Вам нужно подумать о том, каким образом вы будете вливать водичку и наполнять себя энергией. Предыдущие пункты, о которых я говорила, они тоже помогают в этом, но сейчас делаю дополнительные акценты. Вам критически необходимо в течение дня, несмотря на то, что наверняка он у очень многих длинный, иметь времени для себя. Хотя бы 15-30 минут. Где вы один, где вы без какого-либо информационного шума. То есть нету гаджетов, нету ватсапов, нету новостей, нету телевизора. И желательно вообще никого нет. Подумайте, каким образом вы можете это организовать. Может быть, это будет прогулка с собакой. Может быть, вы закройтесь на 15-20-30 минут в ванну, предупредив своих домашних. Важно, чтобы вы были без гаджетов. И чтобы ваши нейронные сети, которые сейчас у вас прямо... Знаете, если каждому из руководителей фитнес-клубов приделать сюда лампочку, она будет гореть еще больше, наверное, чем обычную. Я думаю, вы знаете, что у нас в головном мозге происходят химические и электрические реакции. И в каждой голове у нас там голова может включить лампочку где-то в районе 30 ватт. Сейчас, наверное, там не 30 у вас, а больше, потому что вот это огромное количество решений и мыслей, которые у вас там в голове крутятся. Вот вам нужно немножечко успокоиться. Для того, чтобы ваша перевозбужденная лимбическая система не мешала рациональному мозгу, вам нужно вот эти брать паузы на восстановление и на отдых. Подумайте, как вы это сделаете, на что-то приятное для себя, чтение, какое-то развлечение. Еще раз повторяю, только не вот это. Вас очень прошу. Почему? Потому что любые тексты, обмен текстовыми сообщениями сжирает очень большой объем энергии в нейронных сетях. Ну, вы это и знаете. Тем более, что вот эти соцсети, кстати говоря, не будут для вас в данном случае отдыха. Что-то такое. Может быть, повязать кто вяжет, кто-то там почитать, кто медитирует, медитируйте и так далее. И это важно. То есть подумайте об этом. Значит, что еще очень важно в ситуации того, чтобы ваш острый стресс, в котором вы находитесь, не превратился в хронический, вы функционировали нормально с уровнем энергии, подумайте о своем дыхании. Мы знаем прекрасно, да, что, как всегда, если что-то происходит, дыши, 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 дыши. Дело все в том, что дыхательные центры находятся не так далеко от центров эмоциональных. И вот вдох повышает активность коры головного мозга. Выдох понижает. Поэтому, если вы делаете долгий вдох и короткий выдох, то вы повышаете свою активность. И это хорошо сделать, например, утром. Когда вам нужно успокоиться, после сложного разговора или вечером, вы можете подышать, удлиняя выдох. Плюс, естественно, когда вы улучшаете, когда вы начинаете фокусировать. Дело в том, что когда вы находитесь в ситуации стресса, вот вы поговорили с кем-то, какая-то новая очередная информация пришла о том, что-то происходит, и нужно снова думать о том, как все это делать, переделывать и так далее. В этот момент у вас абсолютно неосознанно начинается блокировка дыхания. Смотрите, да, в депрессивном состоянии, что значит депрессивное, когда вы начинаете переживать за что-то, то есть немножко уровень тревожности повысился, немножко уровень вот этого состояния тяжести от бытия повысился, все, вы перестаете дышать, потому что дыхательные мышцы начинают угнетаться деятельность. А вам надо головой думать, а главный потребитель кислорода – это мозг. Поэтому самое простое упражнение, которое вот прям вам, вот, очень просто. Да, все верно, переключаемся, да, симпатики на парасинтепиматику, все верно, спасибо, Наталья. Вот, значит, все просто. Значит, в этом дыхании, квадратном дыхании, мы не только дышим, мы еще задействуем глазодвигательные мышцы, которые делают неосознанную десенсибилизацию, то есть понижают чувствительность и эмоциональное, негативное эмоциональное состояние ухудшается. Вы обращали внимание, когда кто-то, например, тут какой-то ступ, что-то с человеком произошло, и он говорит, э, э, о, смотри сюда. Обращали внимание? Ну, знаете, это как шутка такая даже, а это не шутка, таким образом происходит за счет глазодвигательных мышц, да, десенсибилизация, то есть уменьшение чувствительности. Что вы делаете? Вы взглядом рисуете квадрат. То есть вот если я смотрю прямо, да, то я начинаю слева. Мой взгляд уходит налево, и наверх я поднимаю, делаю вдох, раз, два, три, четыре, потом пауза, раз, два, три, четыре, а взгляд уже идет у меня в другую сторону, а потом мой взгляд опускается, раз, два, три, четыре, я делаю уже на опускании взгляда, выдох, и потом опять пауза, раз, два, три, четыре. То есть мой взгляд ходит по квадрату, чем шире квадрат, тем лучше, то есть чтобы глаза у вас прям ходили вот по периметру, как можно больше, и вы дышите, считая внутренний раз, два, чтобы у вас равномерно все было, чтобы было все равномерно. Что происходит? И это как раз к вопросу про перемещение внимания, то, о чем Кирилл тогда говорил. Вот такой же это инструмент, только помимо всего прочего, мы еще улучшаем дыхательную систему, еще досенсибилизируем себя за счет глазодвигательных движений. Просто как раз, два, три. Но это из серии почистить зубы. Мы же понимаем, да, что мы детей заставляем чистить зубы с боями, пока вот они не привыкают. Вот с психогигиеной то же самое. Пока инфаркт не грохнет, никто не почешется из этой серии, да, а просто можно было делать чуть-чуть для нервной системы достаточно небольших вот этих влиеваний, чтобы поддерживать ее, и вы могли быть эффективными в стрессовой ситуации. Как вам квадратное дыхание? Вы со мной? Надо пробовать. Это правда. Это надо попробовать. Попробуйте прямо сейчас, после вот этого эфира. Прямо поставьте себе бумажку, стикер, повесьте квадратное дыхание. Попробуйте. Вот, скрин сделали. Отлично, замечательно, очень хорошо. Это надо сразу делать. Про подушку, в которой орать нужно. Придумайте прямо здесь подушку, в которой вам нужно будет орать ежедневно. Как чистить зубы. Мне очень хочется, чтобы наша нервная система после всего этого транзитца, который, скорее всего, очень быстро закончится, была в норме. Так, про эмоции. Смотрю, сколько времени у нас. Смотрите, я уже этого коснулась. Эмоции у нас живут в лимбической системе, а там скорость передачи информации огромная, 11 миллионов бит. В неокортесе, коре головного мозга, там, где мы рассуждаем, мыслим и так далее, особенно вот этим местом, всего 45 секунд. Это очень медленно. Именно поэтому, когда у нас пошли эмоции, и вот эта вот тревожность, страх или агрессия, или что-то такое, да, нам сложно сказать сознательно себе, ну-ка, Марьян, успокойся, потому что здесь всего 45 секунд, а в лимбической системе 11 миллионов бит секунд. Поэтому вот эти упражнения, про которые я говорила, это быстрая скорая помощь. Сразу проорать, сразу же скорость в лимбической системе падает, вы переключаетесь, подышать. Вот два упражнения хотя бы делать, вот эти две, и сразу же вам будет легче. Зачем вам нужно, чтобы было легче? Ну, вот это всякое мы жирчковое миндальное, на которое... Вот, самое главное. Дело в том, что если лимбическая система перевозбуждена, а у вас она перевозбуждена, потому что всё время думаете, 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 а за вашими мыслями подтягиваются чувства. Так вот, плохо работает рацию, несмотря на то, что вы всё время думаете. Ваши рациональные мысли становятся неточными, вы начинаете делать ошибки. Ну, любые люди начинают делать ошибки. Какой-то, более там, новый какой-то вброс информации, там, новая информация о том, что у нас продлевается карантин или ещё что-то, всё, опять пошла негативная реакция, опять ухудшение качества мыслительного процесса, появляются ошибки, не складывается какая-то картинка, нет озарений. Поэтому нужно вот это всё сбрасывать. И нужно с лимбической системой работать, чтобы работал мозг. Вот смотрите, есть такая простая техника, ну, такой алгоритм, когда вот мы оказываемся в ситуации острого стресса, это техника стоп, первый шаг, степп бэк, сделать шаг назад. То есть нужно не вбрасываться в решение ситуации, как только она к нам пришла, а взять паузу. Если у нас пошли негативные чувства, это значит, что вы уже знаете, что с этим сделать. Прораться, подышать, сделать активную физкультуру, от которой вы реально устанете. Затем попробовать установить некоторую дистанцию между собой ситуацией. То есть мы уже эмоции, лимбическую систему потише сделали, а теперь вы смотрите на ситуацию немножечко снаружи. Как это можно сделать? Ещё одно упражнение. Очень-очень полезное упражнение, хорошо работающее. Я предлагаю вам сейчас со мной сделать. Техника кинотеатра называется. Вот представьте себе, что вы сидите вот в таком вот кинотеатре где-нибудь в серединке. В серединке. И я попрошу сейчас уже не смотреть на эту картинку. Имеет смысл просто закрыть глаза и себя усадить в этот кинотеатр. Такой или подобный, или похожий, или не очень похожий. В серединку куда-то. И посмотреть на ситуацию, которая вас, возможно, сейчас беспокоит, и которая требует вашего решения. Эта ситуация сейчас на экране ваш. И вы смотрите на этот экран. Вы там видите себя, других участников этой ситуации. Вы видите ситуацию со стороны, немножко в объёме. Вы видите ситуацию со стороны немножко в объёме. Обратите внимание, что, возможно, вы уже чувствуете, не чувствуете уже некоторого напряжения, когда видите эту ситуацию со стороны. Если вас ещё она сильно беспокоит, когда вы глядите на неё на экране, вы можете сделать следующую штуку. Посадить себя в этом кинозале немножко дальше, выше, и посмотреть на себя, который где-то в серединке сидит и смотрит на экран. То есть вы сейчас смотрите не впрямую на экран, а смотрите на себя, который смотрит на экран. И посмотрите тоже, отследите свои ощущения, как вы видите сейчас вот эту ситуацию. У кого получилось? Напишите, пожалуйста, у кого получилось? Или не получилось? Или что-то скажите. О, получилось у Анны. Здорово. Про квадрат я отвечу. О, отлично, здорово. Заметили, что эмоциональный накал от этой ситуации у вас снизился? Напишите, снизился? Снизился эмоциональный накал? Снизился, отлично. Очень. Вот. Да, 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 все верно. Супер. Вот смотрите, ничего не получилось. Такое тоже может быть. Потому что мы разные, и плюс еще нервная система, как и мышечная система, точно так же требует тренировки. Точно так же требует тренировки. Ну и плюс еще какие-то упражнения больше заходят, какие-то упражнения меньше заходят. Ну, естественно. Итак, вы сделали уже первый шаг. Вы сбросили какое-то напряжение, проорались, подышали. Был вопрос, как много дышать. Слушайте, дышите столько, сколько у вас сейчас есть времени и возможностей. Вы в какой-то момент почувствуете, что вы, во-первых, устали, потому что, извините, вы держите внимание на движении глаз, на том, сколько времени дышать, на вдохе, на выдохе. Вы прямо почувствуете это. Ну, хотя бы минуту три-четыре. Начинайте с трех-четырех-пяти минут. Вот этого вполне достаточно. Будет больше – здорово. Вот, значит, вы сделали вот этот шаг назад. Дальше вы уже можете включать думалку. Что произошло? Какие у вас приоритеты? Какие задачи? Какие препятствия? Какие возможности? То есть, фактически, на следующем этапе вы пишете, что у вас есть, какие у вас есть ограничения. Вы анализируете ситуацию. Вы думаете по поводу анализа ситуации. Вы еще не принимаете решения. Вы просто анализируете, что есть, какие ограничения. Следующим шагом вы уже составляете план действий. И вот план действий – это один из инструментов попытки снизить ситуацию неопределенности. План действий очень любит наш рациональный мозг. Таким образом успокаивается. Как только у вас есть план «Мистер Икс», да, у меня есть план «Мистер Икс». Как только мы начинаем делать план, сразу же пространство нестабильности начинает иметь свои границы. А мы очень любим границы. В ситуации неопределенности нам вообще сложно, потому что мы любим, наш мозг любит границы. И вот тут мы уже подошли к плану действий, но этот план уже не продиктован истеричной лимбической системой, которая внутри там просто кричит «Сос, сос, сос». Ну и, наконец, потом вы начинаете делать уже что-то по плану. Вот попробуйте воспользоваться этим простым инструментом, вот этим алгоритмом. Первое – сделать паузу в виде того, о чем я сказала, да, и, возможно, там техники кинотеатра. Посмотреть на ситуацию со стороны. Потом уже начать ее обдувывать, плюсы-минусы, потом уже план действий. Это все для того, чтобы вы могли быть сфокусированными на том, чтобы решать задачи, потому что вам приходится сейчас решать задачи, вы можете сесть в позу лотоса и сутками в них находиться. У вас очень много-много дел. И при этом нервная система – это самое главное, что у нас есть. Друзья мои, вот такая короткая майндмэп психогиены. Вот вам точно нужно, еще раз хочу вернуться к теме пополнения баланса. У вас сейчас очень много энергии вытекает. Чтобы она не совсем вытекла, подумайте, как вы ее можете наполнять. Я пример привела, да, вот как один из инструментов. Это полчаса времени, один на один с собой, хотя бы 15 минут, да. Но подумайте о том, что вас может радовать, что вас может реально наполнять на уровне эмоций. Находите, пожалуйста, сейчас время для небольшого отдыха. И это время должно быть четко, иметь свои границы. Например, 15-30 минут – это когда вы один на один. Ну, возможно, отдых со своей семьей, когда вам хорошо. И это четкое, понятное время, потому что вы сейчас работаете дома, с утра до ночи, все время на телефоне и так далее. Если вы не привыкли как фрилансы работать, работать в офисе, для вас это тоже может быть дополнительным стрессом. Кстати говоря, сделаю в ближайшее время видеоурок, был уже в Инстаграме, о том, как правильно организовывать работу свою, когда ты находишься дома. Для офисника, когда из офиса вернула, ну, стала работа дома, у меня был просто когнитивный диссонанс. Так вот, четкое, понятное время для отдыха, дополнение эмоций. Это фильмы, это просмотр театра, ну, сейчас все это можно, да. Это какие-то приятности и радости для эмоций, да, потанцевать с семьей, с мужем, еще что-то, да. Для ума какое-то, может быть, немножко обучение. И для тела, да, для тела, мы уже говорили, и проораться, и пофискультуриться, и ванной, и так далее. Вот эти элементарные вещи вставьте в свой график ежедневный, как почистить зубы. Тогда ваша нервная система будет еще, будет вашим другом для решения новых, нетривиальных задач, в которых мы с вами сейчас все оказались. Я хочу сказать, что, ну, там, вот подписывайтесь ко мне, там, Фейсбук и Инстаграм, что 25-го числа, 25-го апреля у нас будет Сколково в онлайне. И я хочу сказать, что, собственно, планировалось, даже я должна была вести секцию с моими коллегами, потрясающими коллегами, которых я пригласила, и мы должны были говорить в большей степени про выгорание, но сейчас вопрос не выгорания, сейчас вопрос как раз, а что делать в ситуации вот этого стресса, неопределенности. Ну, и мы выгораем уже не от рутинной работы, а от того огромного объема информации. Поэтому хочу сказать, что у нас 25-го апреля все состоится, будет Сколково, и мои коллеги, я и мои коллеги у нас будут, я пригласила экстремального психолога, пригласила специалист по телесно-ориентированной терапии, я пригласила прекрасную датчанку, коуча по балансу работе. Поэтому вот 25-го числа в Сколково онлайн я вас жду, у нас там другие будут очень интересные темы, в том числе мы будем продолжать говорить о том, как руководителю сохранить себя. И если до 25-го числа вам сложно будет дождаться, уже вот сегодня у меня начался марафон спокойствия, это семидневная программа онлайновская, второй уже поток начался, очень результативные результаты есть, времени много это не займет, но программа действительно оказалась очень полезной для многих участников первого потока, вот сегодня начался второй, вы можете еще присоединиться, вот в Инстаграм и в Фейсбук добавляйтесь, вот, и там еще в Инстаграме у меня есть некоторые еще видеоролики про то, как управляться своим эмоциональным состоянием, какие-то очень простые техники, видите, я дала очень простые вещи. Более того, я уверена, что много чего вы знали, просто напомнила вам, ну, или высветила с большими акцентами. Так что давайте будем спокойными и в спокойном состоянии решать задачи. Я буду очень рада, если есть какие-то вопросы, пишите, я на них сейчас отвечу, вот, и как-то дайте мне обратную связь, было ли полезно то, что сейчас вам рассказала. Торопилась, потому что я знаю, что времени немного, мы позже начали, поэтому немножко так тараторила, тараторила. Да, проорусь, Лариса, идите, прооритесь, это очень правильно, это очень правильно, да. Заходите ко мне в Инстаграм, там еще есть некоторые инструменты, ну, и зову вас на марафон «Спокойствие», он, правда, очень такой полезный оказался, там с маленьким взносом 500 рублей. Ну, а кому денег этих нету, приходите бесплатно. Вот, ой, приятный голос. Да, кстати говоря, говорят, что я хорошо записываю. Нет, кстати говоря, если кому нужны еще медитации, я сейчас активно записываю, то тоже стучитесь мне в Инстаграм или в Фейсбук, я вам вышлю. Вот, давайте, идите, танцуйте до усталости. Протрясите, прям протрясите, тело поймет, что нужно, надо вот это все отдать. Отдайте, отдайте, отдайте. Отлично, хорошо.